Проханова и Пелевина 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 Но мне кажется, что не только такие вещи, но и сама метафизическая и социально-критическая доктрина, которая содержится в так называемых детских книгах о Незнайке, продолжает гоголевскую линию критики современности, капитализма, техницизма и так далее. Поэтому я бы в качестве исходных выдвинул следующие тезисы. Во-первых, я хотел бы показать, что внутренняя Луна, открытая Незнайкой вопреки генеральной линии Знайки, является местом борьбы за тот подлинный изначальный коммунизм, который является противоположностью не только рыночному капитализму, реализованному на Луне, но и земной, научно-технической, официальной, построенной на партийной диаматовской философии науки версии коммунизма. Об этом, собственно, вторая часть цикла «Незнайка в солнечном городе». В этом смысле у Носова не только явная критика Запада, но и неявное советское строя, по крайней мере, как он мыслит с генеральной линией. Второе, в связи с нашей темой, я бы хотел показать, что оптической модели истины, на которой базируются знания экспертов и технократов, в Гоголевском и в Носовском произведениях противопоставлено ее вытесненное обонятельное понимание, обонятельное понимание истины. Так лунология сходится с нозологией, образуя единое трансцендентальное поле возможного опыта не только социального, но и космического освобождения. Ну и что касается теории заговора, мне кажется, вот сам факт этого вытеснения как раз и свидетельствует об изначальном заговоре так называемого позитивного, строго научного знания, которое в цикле Носова представлено прежде всего знайкой. Есть персонификация вот этого самого знания. Итак, ключевым текстом для меня является знаменитый лунологический бред Поприщина, который все вы помните из записок сумасшедшего. Не могу отказать в удовольствии и не прочитать его еще раз слух. «Оставшись один, я решил заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их заразное государство. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в 7 часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну». Об этом и знаменитым английский химик Веллингтон пишет. Кстати, в Википедии про записки сумасшедшего пересказывается сюжет. «Записок сумасшедшего и сказано, что Гоголь ссылается на некого известного химика Веллингтона своего времени. «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается». Пошла теория заговора. «Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла, и оттого по всей Земле вонь страшная. Пошла обонятельная тема. Так что нужно затыкать нос. И оттого самая Луна такой нежный шар, что люди никак не могут там жить. И там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне. И когда я вообразил, что Земля – вещество тяжелое, и может насевше размолоть в муку носы наши, то мной овладело такое беспокойство, что я, надевший чулки и башмаки, поспешил к залу Государственного Совета с тем, чтобы дать приказ полиции не допустить Земле сесть на Луну». Ну вот, мне кажется, можно бесконечно интерпретировать этот фрагмент. В качестве аналога сошлюсь только на очень глубокое исследование Михаила Вайскова, которое детально реконструирует источники, на которые опирается Гоголь. Это целый плац духовной литературы, от гностических интерпретаций платоновского тимея до всяких масонских и околомасонских сочинений конца XVIII-начала XIX века. «Сам Поприщин, – говорит Вайсков, – это классический непризнанный царский сын, который вдруг презревает и осознает свою миссию – спасем Луну». Но самое интересное, для меня это было очень неожиданно, что в своей книге Вайсков прямо именует прообраз подобного персонажа, персонажа Поприщина, Незнайкой, в главе «Христос неумойка», правда, в контексте анализа Шинели, но понятно, что и Акаки Акакиевича Поприщина – это, в общем-то, вариация одного и того же персонажа. Он пишет, «Приметы отверженного романтического героя, съежившегося до маленького человека, социального аутсайдера, ориентированы на образ фольклорного персонажа, связанного с золой и нечистотами, на сказочного запечника, неумойку или незнайку». Буквально сказано о Незнайке. Второе, что здесь важно, планетарная символика, которая вот в этом поприщинском бреде возникает, отсылает к мифу о злом Демиурге, порождение которого должно быть преодолено в Софийном освобождении, что является местом едва ли не всех гоголевских сочинений. Именно таков злой Демиург – это как раз хромой гамбургский бочар. Вспомним в анализе Юрия Мана, который говорит о всяких немцах, ремесленниках, которые у Гоголя являются такими нефантастическими чертями. И самый главный анализ Андрея Белого, который говорит, что сквозная линия гоголевской метафизики, начиная от ранних вещей типа «Страшной мести», это размышления о некой трещине в роде, в роде в человеческом, благодаря чему и появляются всякие отщепенцы. И в частности, на фоне этой трещины всегда возникает соблазн некоторого иноземного знания. От колдуна из «Страшной мести» до героев с характерными именами Петра Михайли, что одновременно отсылает и греческому корню, и к Петру Михайлову, да, к Петру Первому. И Костанжогла из второго тома «Мертвых душ». Вот этот гамбургский бочар в каком-то смысле входит в эту же парадигму. И заметьте, что только сумасшедший может назвать вот этих персонажей, вообще-то представителей экспертного знания западной, ренессансной, рациональной культуры, только сумасшедший может назвать их дураками, не имеющими понятия. Но можно сказать, что понятие, с большой буквы понятие, лишено как раз рассудочное знание, как его критиковали философы от Николая Кузанского до Гегеля. И можно сказать, что гоголевский сумасшедший как раз и встает на позицию вот этой вот философии, которая противостоит тому, с чем обычно ассоциируется западная рациональность. То есть можно сказать, что гоголь, а как я покажу вслед за ним и носов, выступает как бы вот такими сообщниками вот этой линии сопротивления западному рационализму, опираясь на линию там Николая Кузанского, Гегеля и ряда других авторов. Ну, наконец, интересна амбивалентная оценка Луны, которую дает Поприщин. То она прескверно делается хромым бочером, то, напротив, предстает нежным шарм, который угрозит страшная опасность. Войскоп видит здесь совершаемый Гоголем переход от гностического о космизма своих более ранних текстов к космическому охранительству, что является симптомом охранительства казенно-националистического, которому еще предстоит расцвести в позднем гоголевском творчестве. Но, что можно в связи с этим отметить? Во-первых, принципиально исторический и космический масштаб бреда Поприщина, не умещающийся в душных пределах родительской спальни, мать, если и появляется, то в полете среди светило мировых линий, политических и исторических. Так вот, такой тип бреда совершенно аналогичен восприятию незнайки Уносова. Причем в самой ранней сцене, в первой сцене, на первых же страницах цикла, где Носов описывает, как незнайку ударил майский жук, и незнайка, не увидев майского жука, решил, что от солнца откололся кусок, и его ударил, и после этого сразу начинает бредить единством космоса, что незнайка и солнце находятся в каком-то тайной связи, и только знайка своим таким авторитарным голосом пресекает вот это вот метафизическое безобразие. Но самый важный момент, объединяющий Гоголя и Носова, это, конечно же, сюжет с носами, живущему по версии Поприщина именно в Луне. Так и подчеркивается, в Луне. Гоголь помещает их именно внутрь Луны, а не размещает на ее поверхности. Но ведь точно так же и незнайка первым открывает именно внутрилунное пространство, как пространство жизненное. И вот в этом внутрилунном капиталистическом пространстве тема обоняния, тема носа занимает ключевую роль. Именно когда незнайка попадает туда со своей специфической концепцией истины, которая не столько построена на оптической модели разделения и классификации, сколько на такой синтетической, обонятельной метафизике. Например, Козлик, друг Незнайки, так отвечает на вопрос Незнайку, а за что ты в каталажку попал? За то, что бублик понюхал, признался Козлик. Ты не думай, я не вор, я слишком долго ходил за работы, однажды несколько дней не ел, прохожу мимо булочную, думаю, дай посмотрю, какие булки бывают, может аппетит пройдет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики, все пахнет так, что и одурить можно. Я взял один бублик, понюхал, а хозяин как сватит меня за руку и давай звать полицейского. Он говорит, хотел у меня бублик съесть. Что тут было? Бублику меня отняли, по шее мне надавали, да еще на три месяца засадили в кутузку. Вспоминается фильм Киры Муратовой, мелодия для шарманки. Казалось, приводя этот рассказ, Носов здесь преследует единственную цель, произвести какое-то сильное, сугестивное, в духе Кнута Гамсона, воздействие. Но на самом деле здесь есть и более важный метафизический момент, связанный с оппозицией вида и запаха. Во-первых, налицо нарушение прав собственности и апелляция к якобы ненарушимому характеру таковых. Во-вторых, визуально представленный ассортимент хлебобулочных изделий, идет целое перечисление. И напротив, данное лишь посредством обоняния, мгновенно теряющее все свои внутренние различия, «все, все пахнет так, что одурить можно». Речь идет уже об абстрактной еде, о провизии как таковой. Можно сказать, что эффект бублика, послуживший причиной грехопадения козлика, в том и состоит, что его внешний вид, в силу предельно сокращенной дистанции, буквально весь перешел в свой запах. Так что движение рук, два дня не евшего коротышки, принадлежит уже не столько внешнему пространству оптики, видимости, сколько внутреннему пространству обоняния. Именно в период голодного окружения единство, соплотность внешнего и внутреннего, то, что Сергий Булгаков называл космическим коммунизмом бытия, переживается с несомненной очевидностью. Второй важный момент, связанный вот с этой оппозицией оптического и обонятельного, это, конечно, функция собак и у Гоголя, и у Носова. Запах – это ведь прежде всего знак вытесненного бессознательного влечения, об этом и знаменитый австрийский химик Фрейд пишет. В самом деле, в «Неудобствах культуры» он пишет о вступлении на второй план обонятельного раздражения, роль которого наберет в себя зрительное раздражение. Психоаналитическое толкование здесь впрямую связано с политико-экономическим, поскольку обонятельное непостоянство есть знак неопрятности и неаккуратности, очевидно, и в финансовых вопросах деньги не должны пахнуть, в то время как зрительное непрерывное действие есть знак противоположного – состоятельности в чистом виде, способности содержать свое хозяйство, во всех смыслах слова, в чистоте и в порядке. Крайне показательно то, как Фрейд завершает свое рассуждение о судьбе нашего обоняния, или носов наших, как сказал бы Гоголь. Неопрятный человек, то есть тот, кто не скрывает свои экскременты, тем самым оскорбляет другого. Иначе было бы непонятно, почему человек имя своего вернейшего друга из животного мира употребляет как ругательство, не вызывая собака пренебрежением людей к себе двумя свойствами. Тем, что она является животным с тонким обаянием, не испытывающим отвращения к своим экскрементам, и тем, что она не стыдится своих сексуальных действий. Фрейд попадает здесь в самую точку. Собака действительно является интересным животным в буквальном смысле. Она находится именно в бытии между миром запахов, миром вытесненного, с которым в силу развитого обоняния имеет самый непосредственный контакт, и миром видимого, миром эйдесов, как миром вытеснения, границы которого она охраняет. Термин эйдес употреблен совершенно не случайно, ведь именно Платон изображает стража в своем проекте идеального государства по образцу породистых щенков, которые ластятся к своему, но при этом готовы разорвать клочья чужого. К примеру, изгнанных из города неправильных поэтов, музыкантов, художников и всяких прочих незнаек. Более того, характер породистых щенков Платон объявляет не больше, не меньше, как подлинно философским, поскольку о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает потому, знает она его или нет. Заметим, что в записках сумасшедшего именно собачки Меджи и Фидель являются посредником между низшим миром титулярных советников и высшим миром директорских дочек. Эти собачки играют функцию как бы носа поприщина, благодаря чему он и вкушает неземной аромат идеальной жизни. Цитата. «Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство. Вот куда хотелось бы мне, в будуар. Как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и вдохнуть на них страшно». Сравните это с описанием хлебобулочного ассортимента у Носова в сцене с козликом. «Как там лежит разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем платье? Заметьте, что желание взглянуть, направленное на предметы, очевидно, предназначенное скорее для обоняния, чем для разглядывания. Даже платье больше похоже на воздух, чем на платье. Как будто бы это какие-то лунные елисейские поля, а не платье. Ну и, наконец, именно с помощью собак в первый же день своего пребывания на Луне Незнайка узнает, чем должна пахнуть частная собственность, а следовательно и капитализм. Сцена там двойная. Во-первых, Незнайку травит собаками господин Клопс, у которого он пытался поесть малины, не зная, что эта малина принадлежит господину Клопсу. А во-вторых, вот запах начинает метафорически двигаться дальше, и когда Незнайку арестовывают полицейский за неоплаченный ужин, там происходит вот такая замечательная сцена с тем, что в 90-е называли демократизатором. Хотя лучше было бы говорить о либеризаторе, я имею в виду полицейскую дубинку. «Что это такое, по-твоему?» – спросил полицейский. «Ну-ка, понюхай». Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки. «Резиновая палка должна быть», – пробормотал он. «Резиновая палка», – передразнил полицейский. «Вот и видно, что ты осел». Ключевое слово для Носова. «Это усовершенствованная резиновая дубинка с электрическим контактом, сокращенно УРДЭК». «А ну-ка, стой смирно», ну и дальше великолепная сцена, как Незнайка узнает, что такое капитализм, благодаря искре эллистрического разряда. Теперь, что очень важно, то, что кроме оппозиции видимого и обонятельного, обоняемого, есть еще оппозиция знания и незнания, которое, повторяю, у Гоголя не так очевидна в записках сумасшедшего в силу бредового характера текста, хотя там вот есть этот хромой бачар, какой-то демиург, ну и, собственно говоря, сам сумасшедший. У Носова это, конечно, более четко прописано, и есть вот эта оппозиция незнайки и знайки, которых можно сравнить вот с одной стороны с представителем рационального, технического, научного знания, это, собственно говоря, знайка, а с другой стороны незнайка, которого можно рассматривать как наследника линии того, что Николай Кузанский назвал ученым незнанием. Удивительно, что сам незнайка буквально неоднократно называют, сам знайка называют незнайку идиотом. Например, когда знайка прилетает спасать незнайку на Луну, он обращается к коротышкам так, «Дорогие друзья, от нас сейчас требуется величайшая осторожность. Здешнее население почему-то встретило нас враждебно. Я полагаю, что это результат идиотской деятельности незнайки Япончика. Особенно, конечно, незнайки, которые попали сюда раньше нас и так далее, и так далее. Заметьте, что когда незнайка, извините, когда знайка узнает, что, в общем-то, революционная ситуация на Луне уже во многом была инспирирована именно деятельностью незнайки, он совершенно никак за это незнайку не благодарит, не признает его заслугу, потому что с точки зрения вот такого рационального знания, я бы сказал, научного коммунизма, в любом случае то, что делает незнайка, это идиотизм. Это, знаете, такое непреждевременное, опережающее, непродуманное действие вопреки руководящей линии партии. Интересно еще и то, что незнайка – это, конечно, радикальный утопист такого фурьеристского смысла слова. Вот когда знайка изобретает прибор невесомости для того, чтобы технически его в народно-хозяйственных целях использовать, то незнайка похищает его с тем, чтобы посмотреть, что будут делать рыбы в пруду, если включить прибор невесомости. Вот этот образ летающих рыб, буквально существ, преодолевающих узкие границы своего эйдеса, начинающие сообщаться со всем космосом, преодолевая притяжение и гравитацию той или иной стихии, это, конечно, великий символ вот такого вот подлинно утопического начинания, что для знайки, конечно, служит чем-то предубедительным. Интересно, что Николай Кузанский в трактате, в диалоге про стец, то есть идиот, да, буквально, об опытах с весами, описывает такую ситуацию. «Риттер, я слышал по разливу и убыли воды, в Ниле египтяне предсказывали характер всего года». Простец, то есть идиот. «Нет области, где при внимании нельзя было бы найти сходные признаки. Подобно тому, как по упитанности рыб и рептилий, в начале зимы мы догадываемся, что будут большие и долгие холода, против которых мудрая природа и готовит эти существа. То есть взвешивая рыб, мы можем взвешивать будущее». Это такая вот экспансия технического или математического знания, но, как вы понимаете, сам Николай Кузанский и его простец ставят этому предел и в конечном итоге говорят, что вот эта тотальная рационализация космоса уходит в дурную бесконечность и на какие-то сущностные вопросы нам ответа не дает. Поэтому, собственно говоря, вот этот дискурс взвешивания является на самом деле пародией на научную картину мира, ну и в том числе на капитализм, в котором, в общем-то, этот дискурс будет доминировать. Так, значит, поскольку осталось пять минут, тезисно хочу сказать, что я хотел сказать дальше. Дальше, конечно, мне кажется, вот эта фундаментальная позиция между Незнайкой и Знайкой разыгрывается благодаря чему? Благодаря тому, что Знайка воплощает ту официальную линию, что земной коммунизм и лунный капитализм это вот такая принципиальная позиция истинного и ложного и прочее, прочее, прочее. Но Незнайка всеми своими действиями выявляет, если угодно, рефлективное тождество двух этих вещей. Он показывает, как лунный капитализм отражает в себе те вытесненные и скрытые предпосылки репрессии и несправедливости в том же самом солнечно-градском коммунизме. И, в частности, ключевой здесь вещью является то, что если на Луне беспорточных и бесшляпных коротышек превращают баранов, чтобы затем стричь с них шерсть и тем самым зарабатывать деньги, то главная интрига в солнечном городе состоит в том, что Незнайка превращает одного коротышка в осла, потом хочет сделать все это назад, и там начинается целая такая чума ветрогонства. Появляются вот такие персонажи, которые начинают хулиганить. Город начинает вооружаться против этих хулиганов. Там гражданские инициативы жители проявляют. Начинают критиковать милицию за бездействие. То есть начинается такая вот истерия чрезвычайного положения, и в конечном итоге там появляется такой персонаж, профессор Козявкин, который создает целую теорию о том, что ветрогонов надо различать, и есть настоящие ветрогоны, то есть бывшие ослы, а есть ветрогоны ненастоящие, которых можно перевоспитать. И вот, собственно говоря, задача, ну правительства там нет, но задача общества состоит в том, чтобы настоящих ветрогонов, бывших ослов, опять превратить в ослов, а вот тех перевоспитать. И таким образом, вот это вот коммунистическое благое общество, где, кстати, подавлены сексуальности и прочие всякие вещи совершенно, не знаю, как это постоянно там с девочками, там хулиганит с ними, ссорится, а вот его антипод листик там совершенно такой вот, с девочками только книжки читает, и все такое, да. Так вот, вот эта вот история, в общем-то, и состоит в том, что мы понимаем, что тот коммунизм, который построен на земле, это коммунизм создан, создан благодаря жесткой сигаретации ослов, да, и людей, да, которые вот ослам противопостоят, как некой дикой природе, от которой они оторвались. Ну и, в общем-то, при чем здесь Аид, да? Дело в том, что есть замечательный фрагмент Гераклита, «Души обоняют в Аиде». И этот фрагмент отсылает к тексту Плутарха, в котором дано подробное обоснование, почему же наши души обоняют в Аиде. И Плутарх там описывает Луну и показывает, как Луны, Луну, где находится Аид, достигают души, и часть душ, которые вели себя правильно, размещают на верхней поверхности Луны, питаются исключительно испарениями, обращаются к Солнцу. Это такие вот рациональные, преодолевшие свои страсти. Если угодно, души знаек. А души не знаек, они возвращаются вот в эту вот клаку Земли, которая описывается как мир скверных запахов. И, собственно говоря, если вы вспомните, даже на Луне не знаека обнаруживает то, что Бахтин назвал в свое время трущобным натурализмом. Каталажки, всякие там мрачные подполья и прочее, прочее, прочее. Вот. И таким образом мы понимаем, что это очень древняя на самом деле парадигма знания, которая разделяет, условно говоря, вот такой оптический режим идеального, который вытесняет обонятельный режим материального, на котором строится вся критическая материалистическая линия и линия политического сопротивления. И не знаека, собственно говоря, и воплощает это вопреки вот такому вот научному коммунизму своего времени. Заключение. Самое, конечно, важное пришлось выпустить, но это не страшно. Вот. Можно пофантазировать, если бы Носов сегодня написал продолжение не знаеки, то в нем знайка обязательно потерял бы контроль над лунной революцией. Неизвестно, правда, в какой цвет она была бы выкрашена, но он сделал бы все возможное, чтобы охранить от вредных и наш земной коммунизм. Наверное, им был бы создан миф о том, что гигантским растениям на Земле угрожает какое-то лунное излучение, и для их защиты вокруг планеты был бы выстроен щит. Но в какой-то момент гигантские растения действительно заражаются лунной болезнью карликовости, и на Земле естественному изобилию кладется конец. И тогда знайка выступит, конечно, главным идеологом капиталистического строительства, а изнанные с луны спрутс, миллионер и жулио, торговец оружием, будут приняты как копнятные специалисты и активно участвовать в приватизации и либерализации. Наверняка в их ряды вольется и солнечноградный ветрогон Чубчик, превратившийся в господина Чубца, не говоря уж о великом ученом, профессоре Козявкине, которому будет поручена эффективная реорганизация Академии наук и высшей школы. В итоге чего всякие там стекляшки на и звездочнике будут деятельны, трудиться на повышение индекса Козявкина. А вот возникает вопрос, что же будет в этой конфигурации делать незнайка. И здесь ответ гоголевский. Либо он действительно сойдет с ума и превратится в что-то в типа Проханова, то есть будет создавать какие-то мистические концепции, станет таким поприщенным. И поприщен это предупреждение, что может с инакомыслием и критикой случиться, если она потеряет какой-то свой жизненный нерв. Или он сохранит вот эту критическую линию, как его и описывает Носов в финальных словах своего цикла. Процитирую их, потому что нет ничего лучше для завершения. Наконец, незнайка выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную землю. Ну вот, братцы, и все весело, закричал он. А теперь можно снова отправиться куда-нибудь в путешествие. Вот если незнайка, как и сам Гоголь, будет продолжать свое путешествие и всячески подвергать критике те схемы рационального знания, которые предлагаются нашими администраторами и эффективными менеджерами, да, и одолеет соблазн вот этой вот тяжелой гравитации конспирологического типа, то мы и дальше будем с ним дружить. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, или может быть скорее даже комментарии, реплики. Да все понятно. Да уж, куда понятнее. Да, а вот, ну, тогда вопрос насчет Гоголя, который продолжает путешествие, да, как и незнайка, но Гоголь все-таки, ну, в какой-то момент завершил путешествие, превратившись тоже в, ну, в некоторый аналог идеолога эффективного менеджмента, да, то есть, если взять его избранные места из переписки с друзьями, ну, что, это, в общем, абсолютно, ну, менеджериальный текст, где говорится, как помещики должны пахать землю, как поэты писать стихи, мужья любить жен, жены любить мужей, все любить Бога и императора, ну, и в таком духе. Да, Илья, спасибо за этот вопрос, потому что я забыл еще сказать, что вот этот мой доклад является продолжением предыдущего моего доклада, который был тоже про Гоголя, и там, как ты помнишь, был главным героем персонаж, капитан Копейкин, которого я считаю как раз главным, великим, критическим изобретением Гоголя, после которого Гоголь мог что угодно уже бредить и создавать какие-либо теории, они все равно будут обречены исключительно быть такими священными книгами узкой кучки консерваторов, да, а вот все прогрессивное человечество, конечно, будет понимать, что вот именно капитан Копейкин, да, есть та, ну, скажем, бесконечная сила, да, которая, сила незнания, если угодно, в капиталистическом мире, которая постоянно будет ставить его под вопрос, поэтому это, как бы, вот у меня связано. Хорошо, спасибо. А, так, Саша, мы тебя, тут может быть еще, знаешь, лес невидимых рук, вот как у Адама Смита, ну вот, ну просто невидимых, но может быть можем обонять, да, вот, да, да, спасибо, Артем. Я и все понял, но ты все вопросы ко мне с этого начинаешь обычно. Ну, потому что я слабее интеллектуально, поэтому я так всегда и начинаю, но поэтому хотелось бы разъяснений, то есть вот теория заговора, это уже вырождение какой-то, кого-то такого психотизма русской культуры, или это все-таки ее такая основная черта, то есть реален ли, можно сказать, заговор, и если он нереален, то, ну вот, то, чем ты закончил, какая альтернатива, то есть как можно быть таким здоровым психотиком, не участвовать в коммунизме и капитализме и при этом не быть проханом, то есть какие еще альтернативы. да, на это надо, конечно, ответить, и ответ у меня такой, да, что русская культура, особенно в ее литература центрическая такой ориентация, конечно же, склонна постоянно балансировать на грани и периодически преодолевая эту грань, не просто создавать художественное, использовать заговор как художественный прием, да, но и буквально начинать в него верить и исповедовать и вот не только проханов, но и гоголь, как правильно было сказано, этот пример. Поэтому мне кажется, что к этой точке надо быть очень внимательным, с этим надо быть осторожным, надо прекрасно понимать, да, что сама фигура заговора отражает очень важное и социальное антагонизм и противоречие внутри самой структуры нашего мышления и вот всякий раз, когда, условно говоря, какая-то совокупность изначающих начинает сгущаться вот в эту вот фигуру заговора возможного, именно здесь надо очень внимательно смотреть, как это происходит, каковы условия возможности этого хода и смотреть, как в последний момент, да, совершить спасительное движение, да, и преодолеть эту фигуру заговора с тем, чтобы создать подлинно критического персонажа. То есть понятно, что настоящий критический персонаж, как Незнайка Уносова, на мой взгляд, это не тот, кто говорит, что заговор не существует и все это глупости. Это как раз человек, который видит те, если угодно, тенденции, которые могут быть при перехлёсте описаны, как мировой заговор, но на самом деле это просто тенденция ограничения кода доступа, да, доступа к некоторой информации, создания каких-то теорий. Там у меня есть анализ научно-коммунистических теорий, которые как раз показывают о том, например, да, что вот можно перескакивать через формацию, если бы хранить верность вот Советскому Союзу и, собственно, волшебная палочка у Носова, да, она играет как раз роль, когда из цветочного города, где, в общем-то, первобытный коммунизм, мы сразу же оказываемся в солнечном городе, где существует развитый социализм, да, а что происходит внутри, вот Незнайка, собственно, говорит, извините, а куда делся капитализм, а куда делась борьба, солидарность, события и так далее, и так далее. Мы получили каких-то зомбированных социалистических персонажей и прочие-прочие вещи. Так вот, повторяю, что даже в научном коммунизме можно видеть, условно говоря, если и не указание на фигуру заговора, то, по крайней мере, непреодоленную веру в магическую природу знания некоторых формул, в том числе извращенных диалектических формул, о чем мы с тобой хорошо знаем. И вот эти места, они самые интересные, да, почему происходит вот такое вот движение аргументов, означающих, как в воронку затягивается вот в эту фигуру мирового заговора. То есть, Незнайка, на мой взгляд, как и капитан Копейкин, это вот как у Эдгара По в рассказе «Незвержение в Мальстрим», да, они заглядывают туда, они видят, как все туда затягиваются, но в последний момент видят какой-то предмет, который дает временную, историческую, событийную возможность преодолеть этот водоворот и совершить следующее движение в истории. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok